Давайте, как бы, для того, чтобы продолжить, как бы, этические изыскания, попробуем сравнить вот нашу этику добра, вот то, что мы, как мы поняли, то, что в чём состоит христианская этика, да, с, ну, с этикой Хадигер, да, если так можно выразиться, потому что у самого Хадигера, как бы, отдельной этики нет, но у него есть кое-какие рассуждения в бытии и времени, да, вот, по поводу этики, да, вот, которые можно отнести к этике. Ну, основная идея Хадигера, вокруг которой все остальные идеи вращаются, она состоит в том, что существо человека, такой сущий, как человек, оно существенным образом отличается от такой сущности, как вещь. То есть, вот, вещи, неживая природа, да, вокруг нас, она, как бы, вот мы говорили про регионирование, да, она не представляет собой один регион, да, вот человек, и всё, что связано с человеком, это, как бы, другой регион. И у них, причём эти регионы существенны даже с точки зрения бытия, потому что бытие неодушевлённых вещей, оно, как бы, одно, да, это один смысл бытия, а вот бытие человека – это другой смысл бытия. И более того, даже вводит специальный термин для бытия человека – экзистенция. И поэтому вот эта философия Хадиги называется экзистенциализмом. Так вот, в силу того, что вот эти два разных региона в каждом регионе рассмотрение того, что представляет собой сущие, разное. То есть, вот в регионе вещей, в регионе неодушевлённой природы сущие рассматриваются под категориями. Вот теми самими категориями, которые вот впервые выписал Аристотель. А вот регион человека, да, который такой сущий, как человек, он его называет дозай, да, как бы, некоторое указательное вот бытие, в том смысле, что, как бы, вот дозай на своего рода указатель, да, на бытие человеческое. В этом регионе человек должен рассматриваться не под категориями, а под экзистенциалами. То есть, фактически, на самом деле, Хадиги впервые вот приводит вот эту идею регионирования бытия, да, то есть, если регион бытия вот этих, как он говорит, неприсутствия размерных сущих, да, то есть, вот вещей, да, если регион бытия человека, да, вот присутствие, да, человек – это присутствие, и его надо рассматривать отдельно, да, и вот специальные… То есть, что такое экзистенциалы? Это вот некоторого рода, своего рода категории, да, под которыми должен рассматриваться человек. То есть, человек – это такой сущий, который никоим образом нельзя рассматривать как вещь, нельзя рассматривать под категорией, да, потому что это неправильное, там, рассмотрение этого сущего, да, это забвение бытия этого сущего. Вот такое, как бы, введение, да, такое простенькое, да, в том, в чём смысл, собственно, Хадигирской философии. Всё остальное, всё остальное, что накручивается в этой философии, оно вот исходит вот из этого развлечения. То есть, Хадигир, как я считаю, впервые открыл, собственно, вот это вот регионирование бытия. Единственное, что почему-то у него животное, как бы, оно относится тоже, видимо, мыслиться под категориями, хотя на самом деле регион животных, да, и растения – это тоже разные регионы. Ну, если так вдуматься, у него, как бы, с животными вопрос не решён, там, непонятно, как, куда его относить, потому что животные тоже под категориями надо рассматривать, или под экзистенциалами. Ну, это, как бы, вопрос отдельный, это, в данном случае, несущественный. Так вот, если теперь подходить к вопросу об этике, естественно, вопрос об этике исходит вот из этого понимания, в суде, такого сущего, как дозайн, такого сущего, как присутствие, то есть, как человек, да, вот, оно, соответственно, исходит, по его пониманию этого сущего, и из понимания этого сущего исходит и этика, да, которая касается этого сущего. В чём, как бы, отличительная особенность этого сущего, отличие от вещей? в отличие от неживой природы, в отличие от сущих, неприсутствия размерных. Отличие состоит в том, что человек представляет возможность самого себя. То есть человек может. Человек как бы он бытийствует. Термин Хадигера, если мы говорим о том, что бытием, как бы, дозайно представляет собой систему, то человек экзистирует. Если проще говорить, например, в терминах Сартер, Сартер излагает более простую философию Хадигера, там есть, конечно, различия, там можно вдаваться в эти различия, но с точки зрения нашей этики это несущественно. Что у человека есть проект, обращенный в будущее. То есть у человека есть некоторая возможность самого себя. То есть он может состояться, он может быть кем-то, он может осуществить свою возможность. Естественно, эта возможность базируется на том, что он имеет, на некой фактичности. То есть, конечно же, человек всегда какой-то конкретный человек, он имеет конкретные возможности и способности. И может осуществить только это нечто, то, что, в принципе, ему доступно. Но, тем не менее, у него есть вот свобода эту, свою возможность осуществлять. Человек может составить некий проект самого себя, да, и самого себя осуществить. И в этом особенность человека. И вот в этой особенности человека, как бы, Хайдегер, собственно, и видит этику. В чем этика состоит? Если человек представляет возможность самого себя, если человек есть некого рода проект, то человек может жить собственной жизнью и несобственной. То есть человек может либо осуществить себя, либо не осуществить. То есть у человека есть вот это понимание подлинности и неподлинности в своей жизни. Оно, в принципе, заложено в саму структуру того, что в человеке есть некого рода возможность самого себя. То есть возможность осуществления самого себя. То есть я могу себя либо осуществлять, либо могу этот, это свое, как бы, некий зов, да, вот этого осуществления забыть, да, и впасть в некое состояние неподлинности, некой жизни, не своей жизни, не собственной. Это исходит из самой идеи того, что у человека есть проект, обращенный в будущее, что у человека есть возможность сама в себя, что у человека есть нечто несостоявшееся, но что может состояться. И вот исходя из этого, Хадигель курит о том, в отличие, скажем, от Гегеля, Гегель считал, что подлинная нравственная действительность – это жизнь народа. И что на самом деле любой, каждый отдельный индивид должен к ней приобщиться, и в ней он находит нравственную составляющую. Конечно, у человека есть какие-то свои принципы, но тем не менее человек должен строиться и должен осознать, что есть некого рода действительность, а именно нравственная жизнь народа, и надо как-то с ней согласовать свою жизнь. И жизнь в соответствии с этой действительностью есть, собственно, нравственная жизнь. А вот у Хадигера получается так, что есть некоторого рода экзистенциал, в котором существует человек, который он называет Дасман, то есть это люди. То есть есть некая усреднённая жизнь, так как живут люди. Некого рода такая, тоже можно сказать, действительность, в которой каждый человек живёт, как принято жить людям. То есть люди как-то живут и приняты это жить. И в принципе каждый отдельный человек в своей фактичности он живёт в этом экзистенциале, в этом Дасман, как люди, но он живёт не собственной жизнью, Хадигер получается так, что человек живёт в обществе, в обществе какие-то приняты правила, какие-то есть способы бытия стандартные какие-то, жить как люди, жить в соответствии с тем, как принято жить, с традициями и прочими, но всё это не подлинное, не собственное твоё. На самом деле ты должен в этом экзистенциале Дасман обратиться к самому себе, причём это обращение к самому себе почему-то он понимает как совесть. Вот у него совесть – это не коллективная сущность, которая как бы есть зов коллектива внутри тебя. То есть, как мы говорили, совесть – это способ каким-то образом у человека возникает некого рода коллективный зов. Он понимает, что… Человек может как-то действует, он понимает, что он нарушает некоторого рода правила или там способы существования в этом коллективе. Он нарушает некое коллективное согласие. Совесть и возникает диссонанс, когда человек нарушает некого рода коллективное… Ну, может, не обязательно как бы высказанное, но просто существующая некая коллективная договорённость, то вот он чувствует в себе укору совести, что он действует против коллектива. А вот у Хайдегера совесть она понимается индивидуально почему-то. И зор совести как раз и говорит о том, что надо жить не вот этой жизнью, как людей, то есть, как некой абстрактной жизнью, а надо обратиться к своей некой индивидуальности, к своему бытию и это своё бытие как-то взрастить в своей индивидуальности. Но на самом деле здесь произрастает, конечно, идея Личности. На самом деле надо быть Личностью, надо быть не как все, надо надо быть какой-то своей обычностью, своей какой-то особостью. И вот эта своя особость, своя индивидуальность, она должна как-то произрасти. И причем получается, что вот этот модус бытия человека как людей, он на самом деле является модусом не собственным, не подлинным. И наоборот, когда человек приходит самому себе, и благодаря совести, которая в нем просыпается, и зов совести зовет его вернуться к своим подлинному бытию и осуществить свое подлинное бытие, то вот тогда человек как бы перестает жить как люди, становится как бы самим собой и живет уже в модусе собственного подлинного бытия. Причем интересно, что вот у человека есть ответственность за самоосуществление. Ведь действительно, если каждый из нас, если человек представляет собой проект, то этот проект только тогда представляет нечто, если он осуществлен. потому, что если, например, я являюсь возможностью самого себя, но эту возможность не осуществил, меня как бы и нет. То есть, возможности, но оно не осуществлено, и она представляет собой ничто. То есть, для того, чтобы я был бытием, я должен эту возможность воплотить. То есть, я должен ее осуществить. Причем, иногда я могу впасть в эту несобственность, я могу жить жизнью людей, я живу как люди и живу несобственной жизнью, мое бытие есть ничто иное, как воплощение этого некого абстрактного, экзистенциала «дасман», как мы говорим. А вопрос состоит в том, чтобы осуществить именно свою подлинность, осуществить самого себя. Каждый из нас есть проект, особый проект, каждый отдельный человек – особый отдельный человек. И вот у него есть ответственность перед тем, чтобы себя самого осуществить. И этика у него понимается как само вот такое осуществление, ответственность перед своим бытием. То есть ты должен, на самом деле, осознать вот эту ответственность и осуществить, самого себя осуществить в своем бытии. Вот такая вот у него интересная этика, совсем другая, чем, например, у Канта и Гегеля. Может быть, ближе к Канту, потому что у Канта тоже есть и категорический против, но ведь Кант, он говорит о некой всеобщей разумности. Вот он считает, на самом деле, что каждый отдельный индивид все-таки должен жить о неком всеобщей разумности. То есть он должен не просто как-то изолироваться, да. Вот у Хадига получается, что Дасман имеет вот этот модус какой-то такой негативности. Он, конечно, оговаривается и говорит, что этот экзистенциал нельзя понимать как будто что-то плохое и прочее. Он говорит, что это вот некая фактичность, с которой мы находимся. Он же ведь занимается феноменологией, он везде, когда вот эти все расследуют вещи, да, он на самом деле пытается ко всему этому отнестись непредвзято, да, пытается взять их так, как они сами себе дают, как феномены. Но все-таки у Канта вот есть вера в то, что разумность некая присутствует, а разумность она никогда не бывает индивидуальной. Разумность – это всегда всеобщая. В принципе, в этом смысл разума, да, разум всегда всеобщий. И что можно достигнуть этой разумности и согласовать вот свое субъективное понимание этики и как бы понимание этики всеобщего. Ну, проблема Канта просто состояла в том, что у него это всегда выступало только как долг, только как долженствование, и как мы говорили, он возводит вот эту вот субъективную свою максимум, пытается во всеобщество вести, да, то есть все-таки Кант не может преодолеть эгоизм, да, моральный эгоизм. У Гегеля все-таки вот возникает эта действительность, да, и эта действительность есть собственно стоящее преодоление эгоизма. Так вот, у Гегеля эта действительность, она светлая, понимаешь? Какая бы она ни была, это именно дух, понимаешь, и даже можно сказать божество, да, то есть это вот в своей вершине, ведь дух проявляет себя, как вот такая нравственная действительность, да, и в конце концов она и есть бог, да, и мы когда живем чаяниями, как бы традициями и законами некого рода общества, ну, и которые в своем самосознании формируются как государство, мы живем в боге, понимаешь? на самом деле. То есть государство, можно сказать, как бы это вот такой малый бог, внутри которого мы живем, мы осуществляем свою собственную деятельность, свой эгоизм, на самом деле, тем не менее, служим также и всеобщему благу. Вот так у Гегеля, да, вот у Гегеля, то есть на самом деле человек встроен. А тут получается, что у Хайдегера человек не встроен, и даже его встроенность понимается как несобственность, как какая-то неподлинность, понимаешь, как какой-то негатив. И то есть, наоборот, человек должен себя отделить от этого общего тела, понимаешь, от этого досма, то есть от того, как живут люди. То есть, опять же, этика, которая пыталась, на самом деле, вернуться вот к этой общинности, да, вот как у Гегеля прямым текстом сказано, на самом деле, что государство – это некоторое рода община, там, людей, там, сверхличность и прочее. То есть, они понимали все-таки даже государство на основе христианского понимания того, что такое община. Ну, вот у Гегеля перехлёст есть, то есть государство – это даже такая община. И тем не менее, даже у Канта все-таки есть некий призыв вот к этой общинности, ну, если так его доводить до конца. Потому что, если я должен согласовывать свой эгоизм с эгоизмами других людей, то тем не менее, вот в этом присутствует этика, да, согласование. И в нём есть вот эта вот светлость разумности, разумность светла. А вот у Гегеля возникает, что разумность-то темна, она поглощает нашу собственность, да, вот у нас есть некое собственное наше вот богатство, да, если так можно выразиться. Она как бы растворена вот в этом досман, как бы нам навязывают некого рода штампы, да, нам навязывают стереотипы, по которым мы должны жить. То есть, нас как бы нет, а вот есть эти штампы и стереотипы общественные. Мы должны как бы вот избавиться от этого всего, да, вот как бы там, и достигнуть некой своей подлинности, да, и настоящего своего бытия, своих истинных вот переживаний, да, и вот это будет как бы настоящее и правильное осуществление человека. Если мы вдумаемся, о чём здесь идёт речь, то речь вот идёт о последнем завершении идеи личности. То есть, личность должна, на самом деле, как бы себя вот элиминировать из этой вот, из общего тела, да, должна вот полностью оттуда уйти, не только как бы телесно, но и духовно. То есть, она должна вот созидать некий свой мир, в принципе. И приходить к некой своей собственности. Не даром, на самом деле, у Хадиггера очень тяжело с понятием Бога. У него, как бы, он, нельзя сказать, что он атеист, но, как бы, вот у него Бога нигде нет. То есть, он, как бы, идею Бога всегда обсуждает как-то, как бы, мельком, как бы, да, и она вообще там не возникает, да, ему, как бы, она не нужна. То есть, у него вот есть вот это вот самоосуществление. На самом деле, экзистенциализм, ведь это есть не что иное, как такая очень фундаментальная философия, если можно так выразиться, атеизма. Потому что, тут ведь, что такое самосовершенствование? Это ведь вера в то, что, на самом деле, человек может… Ну, конечно же, понятно, есть фактичность, есть какие-то условия там, но человек может, как бы, сам себя созидать. Условно говоря, он, как бы, силён, да. Он, как бы, он, вот, титан. То есть, как бы, в древности бы сказали, что человек-то ничто, да. Человек… Только тогда становятся черты, когда он в составе коллектива, когда он в составе целого. То есть, как бы, сам по себе человек… Почему, как бы, жизнь эта человеческая в древности не ценила, да, потому что… Ну, она, на самом деле, я рассматривался как ничто, потому что фундамент и основы – это какой-нибудь род там мощный, да, там, какое-нибудь там, как государство, как коллектив-то. А тут, наоборот, получается, что вот этот вот коллектив – это нечто, как бы, от чего надо, как бы, избавиться. Почему? Потому что коллектив, как бы, он, как вампир, понимаешь? Он… Ну, вот у нас, можно так сказать, что вот у нас… Я уже не Хадиггер из Лага, я уже пытаюсь надеяться, это философить над этой системой, да, о чём мы говорим. Что вот общество, да, оно предлагает нам некоторого рода вот варианты человеческой жизни. И все эти варианты, они абстрактные, как бы, и стандартные. И когда мы обмениваем свою некого рода свою… Ведь у каждого человека есть некая внутренняя своя индивидуальная подлинность, ну, как личность. Личность уникальна, да, вот она целый мир. А когда мы обмениваем эту нашу уникальность на вот эти вот образцы того, что можно осуществить, на некие проекты человеческие, как бы, то есть, которые уже были осуществлены или которые нам предлагают осуществить, там, стать врачом, там, не знаю, там, солдатом, там, там, и прочим, и прочим, да, как бы, тем самым нивелируют нашу возможность. То есть, у нас есть… Вот наша возможность – это как своего рода деньги, которые мы можем инвестировать во что-то. Да, мы можем инвестировать в то, чтобы осуществить себя как гражданин общества, как, там, семьянин и прочее, а можем инвестировать на то, чтобы осуществить самих себя, то есть, свою подлинность. И на самом деле, если мы делаем одно, то тем самым, когда мы, допустим, свое время, свою жизнь тратим на одно, то мы в момент этой траты не тратим его на другое. Всякий раз что-то выбирая, тем самым теряем все остальные возможности. И поэтому, когда мы живем в обществе согласно некоторого рода плану человека, допустим, некоторого рода стереотипа человека, такого, какого он предлагает, некоторого образца этой человечности, мы тем самым теряем самих себя. В этом есть истина, действительно. Мы живем как некого рода образцы. То есть, живем не мы на самом деле, а просто мы являемся представителями этих образцов. Вот есть некая представитель образца того, что такой хороший семьянин, хороший отец, хороший учитель. И когда ты просто осуществляешь этот образец, хороший учитель, есть ли ты сам или есть только этот образец, который питается твоей жизнью, который через тебя прорастает и воспроизводится. Один и тот же некоторого рода культурный образец, некоторого рода цивилизационный образец жизни. Точно так же образец христианина, образец там, как бы, не знаю, там... Святого. Ну, всего всего, что угодно. Есть некого рода штампы, да, вот социальные штампы, что как бы хорошо, что плохо, да, и какие образцы бывают. А Хадигер ведь говорит о том, что поскольку каждый из нас... Можно маски. Можно маски сказать. Но дело не только в масках. Дело именно в том, что человек застревает... Вот Игорь говорил в свое время Данилов о формах. Вот есть некий форм в жизни, да, вот можно жить в форме... Как бы, некого рода стандартной формы. Форма учителя, там, форма, там, не знаю, там, отца, там, форма еще каких-то других. Повар. Повар, ну, люб. Не только по профессиям, по ролям социальным, по разным, да, можно жить в этой форме, а можно жить, быть самим собой. Вот в чем различие. Есть различие, если некая форма, которая тебе навязана, как бы ни было, социальная навязывает тебе эту форму. Что такое хороший семьянин? Это социальность как бы диктует. Это вот именно такой-то, такой-то, вот он вот так-то, так-то выглядит. Он вот ведет себя так-то, так-то. И эти образцы мы видим, но по телевидению нас навязывают. Есть общественное мнение какое-то, есть там мнение родителей и прочее, да. Вот есть некие родообразцы, они как бы в обществе растворены. И мы это понимаем, что это такое. Что такое нормальный человек? Это человек, у которого есть семья, дети, у которого есть работа, который не бомж, у которого там квартира и прочее, прочее. Что такое ненормальный человек? Это человек, ну и прочее там, да. У нас здесь вот такие вот стереотипы есть. И вот нам эти стереотипы всегда предлагаются. И мы живем не своей жизнью, а мы как бы даем свою жизнь этим стереотипам. И они через нас, они существуют, они воспроизводятся. А вопрос идёт о том, чтобы в свою жизнь взять в свои руки. Вот помнишь, мы говорили про обладание? Мы, на самом деле, во многом, конечно, во многом собой не обладаем. Мы как бы спроектированы в мир, да, и мир нами движет, да, он нас озабочивает, да, и мы как бы должны отвечать на эту заботу, да, вот нам что-то как бы со стороны мира, вот есть какого-то рода, нам надо следить за собой, нам надо это как бы себя, зарабатывать себе на жизнь, где-то надо как-то общаться и так далее. Каждый раз возникают все окороны проблемы, и мы постоянно все эти проблемы решаем. А вопрос состоит в том, на самом деле, чтобы понять, на самом деле, а что же в чём-то состоит ты сам, в чём состоит подлинность твоего бытия, да, вот. И надо же осуществлять само у себя, а не какие-то штампы навязанные. Ведь если у каждой из нас уникальность, и у каждой из нас уникальная возможность, то мы должны именно эту самую уникальную возможность осуществлять. Мы должны состояться именно как вот эта настоящая уникальная личность, а не брать какой-то уже готовый роль, готовый стереотип, да, готовый штамп какой-то, и пытаться в нём жить, и думая, что это жизнь. Вот в чём проблема состояла. Проблема в его этике состоит в том, чтобы максимально выразить себя как личность. И ты заметь на самом деле, что в этой этике другие люди, на самом деле, они как-то находятся, опять же, выступают скорее в негативном плане, чем в позитивном. То есть, есть какие-то другие люди тоже. Но они на самом деле, эти другие люди, они какие-то осуждающие, они какие-то там за спиной что-то говорящие, они какие-то там скорее мешающие твоему осуществлению, потому что у них есть какое-то своё понимание, как должно быть, и они тебе его пытаются навязать, они тебя как бы направляют как бы на путь истины, как они считают. То есть, есть некое вокруг тебя существующее общественное мнение, каким ты должен быть, а ты не хочешь таким быть, ты выбиваешься. И вот это то, что ты иной, как бы, они тебя осуждают, да, они там тебя даже за это могут наказать. Я не имею в виду даже законные, юридические, я имею в виду просто ты, поскольку ты иной, как бы, да, они тебе не могут простить, что ты иной. Ну, допустим, у Ницше это постоянно рефреном идёт, да, что ему не могут простить, что он такой великий, умный и прочее. И у него там везде во всех его афоризмах можно это встретить, да. Ну, неважно. Но суть вопроса всё в чём состоит, что... На самом деле, вот, если взять эту философию в её, как бы, квинтэссенции, то получается, что человек должен атомизироваться вообще в максимальной степени. То есть, вообще стать даже непонятным для других. Потому что, если каждый человек начнёт осуществлять себя на свой страх и риск, исходя из своей свободы, как бы, вообще, да, как бы... То... до чего это, почему это вырастет? Тут даже возникает такая проблема... Акционализация-то при этом не развалит. Да, да. Нет, так вот и возникает проблема здесь. А как вот быть с этой... с общежитиями, да? Как быть с тем, что люди с друг другом взаимосвязаны, что я осуществляя себя и возрастая, да, как бы, в своей вот этой индивидуальности, не стану ли я, как бы, вообще-то говоря, мешать другим жить-то? То есть, понятное дело, что можно сколько угодно и красиво рассуждать о том, что вот есть некого рода моя подлинность. Но не будет ли это моя подлинность, это нарушение свободы других? То есть, не получится ли так, что я буду, как бы, самого себя развивать в ущерб других? То есть, сама идея, я говорю, насколько можно будет вычленить вот идею этики у Хадигера. Причём у Хадигера вся проблематика того, чтобы самим собой стать, как бы, она также ещё и вырастает из того, что вот есть смерть, да, и наша смерть нас побуждает торопиться. То есть, как бы, я говорю, что Бога нет, да, если Бог бы был, может быть, такой проблемы бы и не было, да? Зачем торопиться в этой жизни, может быть, можно спокойненько, как бы, договориться, как-то научиться жить там, да, и пытаться что-то делать. Нет, у него вот есть вот эта некого рода интенсивность, да, есть некого-то рода, вот, как бы, неизбывность, да, вот этой задачи себя осуществить, потому что, как бы, вот, есть смерть, да, и смерть, она вот уже присутствует всегда, и мы понимаем её, мы, как бы, осознаём, что она есть, и что мы конечны. Вот это вот конечность нас заставляет, на самом деле, быть активным и действовать. Так вот, я сколько можно вообще у Хадигера вот этику усмотреть, я просто вижу, что в этой этике присутствует вот этот вот индивидуализм. То есть, этика, она у него, этика же, она вырастает из онтологии, да, вот у него, ещё раз говорю, я начинал с того, что человеческое существо, дозайн, оно является специфическим, да, и его требует особого рассмотрения. У него также получается, что и этика, да, она вырастает теперь в виде особой некой науки, да, онтологической науки, да, она как бы, она фундируется именно на основе вот тех выводов, которые следуют из онтологии. И вот вся вот эта, вся остальная вот история, да, связанная с тем, что вообще говоря, речь идёт о, прежде, в этике должна речь идти прежде всего о том, как один человек с другим. Мы же говорили всегда, что что такое этика? Этика – это всегда как взаимодействие людей. Если нет других людей, если человек живёт на необитаемом острове, никакой этики нет. Потому что этика возникает только как взаимодействие людей. У него получается, что человек почему-то должен как-то вот, это, как-то уединяться, я так его понял, да, получается, что вот всё больше и больше уединения, да, в каком-то смысле как бы отстранения от других, да, потому что другие – это всегда другие образцы. Ведь тут даже можно так заметить такую тему, что вот есть тот самый другой, но он осуществляет свой проект, а как бы вот его проектом-то вот не заразиться, понимаешь? А вдруг ты опять начнёшь не свою подлинность осуществлять, а его. Вот он как-то себя осуществляет, он тебя заразит своим примером, да, а ты должен устраниться, ты должен себя осуществлять, а не заразиться вот его каким-то осуществлением, понимаешь? Тут вообще какая-то присутствует эта непонятная логика. Непонятная логика, связанная с тем, что вроде как я должен всегда всего как бы устраняться, устраняться от этого Дасман, устраняться от других людей, потому что я могу заразиться их неким осуществлением. Я могу даже сказать на своем примере, что если когда философски размышляешь, иногда даже не хочется общаться с другими философами, как бы у них случайно какую-нибудь идею не подхватить. Получается, что хочется до всего дойти самому. Потому что ты какую-нибудь идею, даже интересную идею узнаешь, а потом будешь расстраиваться, что ты не сам до этого додумался. Вот здесь такая же, может быть, присутствует логика, что не хочется как-то заразиться чужой идеей, понимаешь, что не хочется заразиться чужим осуществлением. Но в отличие от этого экзистенциализма, можно противопоставить Хадигерскую экзистенциализму, насколько я, конечно, Хадигера понимаю, насколько вообще у него можно этику вычленить, если у чего-то экзистенциализм с Сартера. У него немножко по-другому. Если брать его работу «Экзистенциализм – это гуманизм», он как раз говорит о другом. Он говорит о том, что каждый человек, конечно же, является проектом, обращенным в будущее, и он должен его осуществить. В этом нет никакого сомнения. Но вопрос ведь состоит не в том, что он обязательно должен какой-то свой, уникальный проект осуществить, основанный конкретно на его личном бытии и так далее. Нет, речь идет не об этом. Как раз Сартер хорошо понимает солидарность. И он понимает прекрасно, что если я могу осуществить какой-то проект человека, то я этим самым проектом какого-то там, допустим, святого, могу показать людям, до каких границ человеческой может дойти. То есть у Сарта изначально присутствует понимание того, что люди на самом деле одинаковы более-менее. Что у них природа одинаковая, что мы солидарны в том, что мы делаем. Не все же могут быть святыми. Если какой-то один человек станет святым, то другой человек, взирая на этого святого, тоже озарится. Потому что вот мы, люди, можем это сделать. Все-таки мы не твари, мы не собаки, а мы можем быть святыми. Потому что каждый человек причастен к другому человеку. И каждый человек видит в проекте, который осуществляет другой человек и самого себя. Потому что и он человек. И поэтому смысл этики, как мне кажется, у Сарта, состоит в том, что мы должны осуществлять себя, чтобы из солидарности показать людям границы человеческого, чтобы осуществлять дальше. Мы все осуществляем, каждый решим. Не обязательно только свое. Может быть, какой-то уже существующий проект, или новый проект. То, на что отважиться. Но тем не менее, мы существуем, взаимно указывая друг другу на наши возможности. Расширяя эти возможности, естественно, внутри согласованного социального целого. Естественно, наше осуществление ограничено. Естественно, каждая свобода каждого из нас ограничена свободой другого. Мы не должны забегать на свободу другого. Но тем не менее, мы можем показать эту другую свободу, и чего можно достигнуть. Мне кажется, вот такая вот этика, в которой все-таки согласуется с справедливостью, в которой согласуется с согласованием свободы. Где свободы должны друг другу все-таки согласоваться. И которая является солидарным. Этика и солидарность, если так можно выразить. Осуществление каждого есть в некотором отношении и осуществление других. Потому что, когда я себя притворяю, я тем самым даю пример тому, чтобы и другие могли себя притворить. И по моему пути пойти. Вот как это Серафим Саровский говорит. Спасись сам, и рядом с тобой спасутся тысячи. То есть, вот это в этом смысл. Понимаешь, вот... Мне кажется, вот такая этика, она более приемлема. Но, тем не менее, вот в этой этике, опять же, не идет речь о добре. То есть, в этой этике, она, опять же, исходит из антологии, что человеческое... Такое сущее, как человек, да, оно особое сущее. Она, опять же, антологична. Она предполагает, что, поскольку у человека есть возможность самого себя, поскольку у человека есть проект, область все равно обращенное в будущее, то он должен вот эту свою, как бы, миссию, что ли, если так можно выразиться, или это свое предназначение, которое вписано просто в то, что он собой представляет, он должен, как бы, осуществить. Потому что, если возможность останется просто возможностью, да, то тогда человек не будет человеком. Потому что человек всегда, это осуществляющаяся возможность, он всегда должен выходить за свои пределы, да, вот, и двигаться дальше. И, то есть, и эта этика, по-моему, не договаривает, потому что она не доходит до... Хотя она говорит о солидарности, но... Мы здесь не видим разговора о добре. То есть, эта солидарность вполне укладывается в понятие этики справедливости. То есть, достаточно справедливости, достаточно законов, чтобы это могло быть осуществлено. Или все-таки нет? Или все-таки здесь есть какой-то, хотя бы, намек на то, что, ну, на то, что здесь какой-то путь к этики добра есть? Мне кажется просто, что... Я даже не очень понимаю, на самом деле, как... Насколько это даже этик. Потому что эта этика выстраивается, вот, расстраивается как антология. Она выстраивается, исходя из того, как они понимают, что такое человек. Вот если они говорят, что человек есть проект, обращенный в будущее, если есть некая возможность самого себя, да, возможность осуществления самого себя, то отсюда следуют и этические выводы. А мы-то немного не так выстраивали наше рассуждение. Мы выстраивали, исходя из того, что он должен был бы представлять собой добро и зло, и отсюда возвращались к человеку. И так выстраивали, исходя из того, что он не так выстраивается. Продолжение следует...